Где-то, наверное, с полгода назад, может быть, больше, время так летит, что я сейчас вообще не понимаю, сколько времени прошло. Знаете, как бывает, о чем говорят мужчины, по-моему, так было, да? Да это же недавно было, а потом считаешь, нет, давно, или у Гришковца это было, не помню. Так вот, какое-то время назад, будем говорить обтекаемо, я беседовал с одним своим знакомым, тоже любителем парфюмерии, и в той беседе мы начали обсуждать аромат от марки Шейк, который называется 77. Мне нравится этот аромат, мне нравится, как он звучит. Да, он как бы не хватает звезд с неба, он не какой-то там сложно выдуманный, сложно сочиненный, но он приятный. И в том разговоре я сказал, что вот если бы у меня был такой аромат, я бы был бы доволен, я бы прям с удовольствием им пользовался. На что мне мой знакомый говорит, так ты купи, купи и сделай обзор, раз тебе так нравится. И тогда я достаточно откровенно ему ответил, что есть моменты, возможно, это какой-то мой бзик, есть моменты, из-за которых я никогда не куплю определенные парфюмы, даже если мне композиция нравится. Это форм-фактор флакона. Мне категорически не нравится то, во что залит этот Шейк 77. Мне кажется, что вот эта вот избыточность линии, форм какого-то такого представления о богатстве и роскоши, которые транслируют дизайн этого флакона, ну это как-то ту-мач для меня. И только из-за этого, ребят, вот такой у меня есть бзик, я не куплю никогда парфюмерию этой фирмы. Подарят, я буду счастлив, но свои деньги я никогда за это не отдам. Напишите в комментариях, вы можете отказаться от покупки аромата, если вам аромат нравится, но бесит флакон. Вот это интересно, на самом деле, будет почитать. Один я такой шипсданутый или нас тысячи. И я как-то про этот разговор забыл, а тут относительно недавно, неделю-полторы назад, в моем телеграм-канале, подпишитесь, кстати, на мой телеграм-канал, я оставлю ссылку на него в описании к этому ролику, потому что в телеграм-канале контент абсолютно другой, там своя такая теплая атмосфера, там как-то у нас по-домашнему так все, в хорошем смысле этого слова, уютно, присоединяйтесь. И кто-то из моих подписчиков затронул опять тема красоты флаконов и написал мне, а неплохо было бы сделать ролик, в котором я показал бы те флаконы, которые мне кажутся красивыми, и которые радуют мой глаз. И вот сегодня будет такой ролик. Я вам покажу несколько флаконов, я объясню, почему. Это флаконы из моей коллекции, есть другие красивые флаконы, но я показываю только те, которые есть у меня. Я объясню, почему для меня они красивые, и вы, посмотрев этот ролик, приблизительно поймете, что мне нравится, если говорить о том, как выглядят флаконы. Это не будет хит-парад с нижнего места до топа, но в конце этого ролика я покажу флакон, который мне кажется прямо идеальным. Вот что касается дизайна этого флакона, для меня он вообще номер один. А все остальные, ну, просто побеседуем на тему. Меня зовут Алексей, это канал Parfum for Men. На этом канале мы говорим о парфюмерии. Сегодня про красоту флаконов, без особого упоминания того, как звучит аромат. Мне очень нравится, что делают в случае с форм-фактором, с флаконами Bois 1920. Да, это безусловно похоже на то, что делал Boss Bottled, Huga Boss. Это прям как будто бы прям слизано. Но даже невзирая на то, что этот форм-фактор вторичен, мне все равно нравится, как эта идея по-новому реализована. Мне нравятся разного цвета флаконы. Мне нравится вот эта вот выпуклость, когда можно пальцем прям прощупать название Bois 1920. Мне нравится, что не только цвет меняется, но иногда и текстура вот этой вот поверхности. И в данном случае это один из ароматов линейки Cannabis. Флакон такой шершавенький. Вы, наверное, даже слышите, да, как я сейчас рукой провожу по поверхности флакона, и такой шорох слышен. Мне нравится крышка, которая выполнена из дерева, где дублируется надпись Bois 1920. И когда я вижу вот подобные флаконы, и в частности этот, мне хочется достать фотоаппарат или достать свой телефон и пофотографировать такой флакон. Мне хочется его пофотографировать на солнце. Недолго, чтобы ничто там не испортилось, чтобы как-то сфокусировали солнечные лучи в этом флаконе и красиво отразились на той части флакона, которую я буду захватывать в кадр. Мне хочется этот флакон поместить в разные локации, в траву, в снег, рядом с водой. И мне кажется, что когда вот есть такая лаконичность форм, игра цвета, это вызывает, даже не кажется, а так и есть, во мне это вызывает желание заняться творчеством, заняться фотографированием и сделать что-то красивое. Ну и сама композиция мне тоже нравится. Это аромат, который называется салатоканнабис, по-моему, так, да? Ладно, на дне не прочитаю, потому что, как говорит моя мама, пора тебе, сына, покупать очки. Следующий флакон, который мне тоже нравится. У меня есть много флаконов, которые мне нравятся, но я вам просто сейчас покажу. Ну, те, которые мне первыми попали на глаза. Чтобы вы просто поняли, что я считаю красотой в формах. Это Джон Варватас, Artisan Pure. Мне нравится здесь идея. Мне нравится, что Джон Варватас придумал вот такую вот идею, помещать флаконы из натурального какого-то материала, такую плетеную корзинку, которая обтягивает флакон. И делать это в зависимости от того, что за аромат, в разном цвете. У Artisan Pure это какая-то светлая такая... Что это такое, я не знаю. Что это за материал? Светлая какая-то древесина. У просто Artisan она такого ржаватого цвета. У линейки Синий там вообще не древесина, а что-то такое плетеное из ниток. И вот эта вот идея, которая по-разному каждый раз подается, но от нее марка не отказывается, мне нравится. Я помню, что у нее есть ароматы, которые в плетении не заключены. Но я сейчас говорю о тех ароматах, которые вот в это плетение заключены. И мне они очень нравятся. Мне нравится сама идея. И в данном случае мне очень нравится, что глядя на этот флакон, я никогда его ни с чем не перепутаю. Если вот этот флакон я возьму, например, да, и подсвечу вот с этой стороны, а с этой будет темнота, то по очертанию я могу на быстром ходу сказать Boss Bottle от Hugo Boss или может быть какая-то еще мне марка придет в голову. Когда я вижу вот это, это однозначно Artisan Pure. Мне нравится то, что недорогая идея настолько классно подчеркивает индивидуальность именно этой марки. Этот флакон можно даже вот с закрытыми глазами узнать, что это именно Artisan Pure от John Varvatos. Можно, конечно, сказать, что может быть это просто Artisan, но то, что это John Varvatos, это однозначно. Потому что вот такие вот переплетения, такая крышка есть только у них. Вот в этом смысле те, кто придумал такую реализацию, такую идею с дизайном, мне кажется, достойны аплодисментов, объятий и премий к Новому году. Следующий аромат, вернее флакон и марка, это Estuart de Parfum. И в данном случае я держу в руках This is Not a Blue Bottle. Первый аромат в этой линейке. Я в диком восторге от того, как это сделано. От того, как это сделано. Мне безумно нравится, что Estuart de Parfum тоже использует всегда одну и ту же форму, один и тот же форм-фактор. Но в случае с This is Not a Blue Bottle они прям превзошли себя. Взять и окрасить это в синий цвет безо всяких надписей. Просто синий матовый цвет. Сделать крышку, опять же, без всяких опознавательных знаков. И при этом, чтобы это называлось This is Not a Blue Bottle, но мне кажется, что это прям мега-изея. Это гениальность в простоте. Я в невероятном восторге от того, как это выглядит. Мне очень нравится. И опять же, это хочется фотографировать. И причем это хочется фотографировать на каком-то таком фоне однотонном. Поместить это на серый фон. Поместить это на синий, чтобы это сливалось. И только игра света и теней выдавала бы наличие в кадре вот этого флакона. Мне очень нравится то, что они придумали. А второй момент, который мне очень нравится в формах флаконов у марки Estuart de Parfum, это то, как они догадались, я не припомню больше ни у одной марки на такой идее, как они догадались сделать половину от форматов 120 мл. Ведь у них большие флаконы 120 мл. Они просто взяли, распилили большой флакон по вертикали посередине, и получился формат 60 мл. То есть, если мы возьмем два флакона по 60 мл и соединим их, получится формат 120 мл. Вот так взять, распилить бутылку вертикально пополам, и сказать, что вот теперь эта половина от большого объема круто. Это очень круто. Есть одна марка, которая делает достаточно такие пафосные флаконы, и здесь мне пафоса не too much. Здесь мне пафоса достаточное количество, я люблю эти флаконы. А может быть, потому что я люблю марку. Я не знаю, что здесь в моей голове возникло в первую очередь, а что во вторую. Это амуаж. В данный момент я держу мифы в руках, мужскую версию мифов. Я сразу хочу сказать, что мне нравится в амуажах. То же самое, что вот здесь. Мне нравится, что форма одна, а окрашивание разное. Мне нравится, что у последних амуажей, которые мне не очень нравятся. Но мне нравится, что у флаконов в опусах сейчас окрашивание идет матовое. И это очень модные такие матовые цвета. Мне нравятся автомобили в таких модных матовых цветах, как сейчас выглядят флаконы опусов у амуажей. Мне нравится, что форм-фактор всегда один и тот же. Окрашивание разное. И вот здесь мне богатство и роскоши в виде вот этого стразика, в виде вот этой вот крышки позолоченной, в виде вот этой вот эмблемы. Мне здесь нет перевеса в сторону безвкусицы. Мне кажется, что здесь как раз вот тот баланс, когда создатели этого дизайна смогли показать, что это дорого, это престижно, это красиво, но без перекоса в пошлость. И я сразу должен сказать, что дизайн женских ароматов, дизайн женской линейки мне не нравится. И флаконы в 100 мл у амуаж мужские мне тоже не нравятся. А вот полтиннички, такие изящные, красивые, тяжеленькие, я прямо от них в восторге. Следующий аромат. Давайте я несколько слов скажу, раз уж я затронул здесь дизайнерскую парфюмерию, или даже, наверное, Джон Варватас можно отнести к масс-маркету, но тем не менее. Я сейчас несколько слов скажу про дизайнерские флаконы, дизайнерских ароматов. Мне очень нравится то, как оформлены флаконы у линейки Y, у Yves Saint Laurent. Мне прям очень нравится. Что нравится? Мне нравится, начиная... Опять же, понятно, что вся линейка выглядит одинаково, только за счет окрашивания флаконов нам дают понять, какой из ароматов мы держим в руке. Но мне нравится то, что здесь в какой-то правильной балансировке форма и то, сколько это весит. Когда берешь такой флакон в руки и ощущаешь его тяжесть в руке, сразу добавляется в моей голове, я сейчас не говорю, естественно, за всех, этому аромату очков. Мне вообще кажется, что где-то есть специальный отдел, который разрабатывает не только форму флакона, но и то, сколько он должен весить. Потому что в зависимости от того, сколько весит вещь, у нас в головах срабатывает, насколько это дорого, престижно и классно. Но согласитесь, если бы этот флакон весил легко, весил не так, как он весит на самом деле, аромат бы воспринимался как что-то менее дорогое от менее именитого производителя. Может быть, я себе надумываю, но мне так кажется. Вот в этом флаконе мне нравится абсолютно все. Мне нравится тяжесть флакона, мне нравятся толстые стенки стекла, мне нравится достаточно толстое дно. Мне очень сильно нравится, как в это стекло впаяно из такой алюминиевый или какого-то другого металла, не знаю, вот эта вот буква Y, которая опоясывает этот флакон две смежные стороны этого флакона. И мне нравится, что на самом флаконе, там, где у буквы Y вот эта вот галочка, на самом флаконе на стекле есть такое углубление прямо под эту букву Y. Супер дизайн. На мой взгляд, прямо супер дизайн. И вообще, что касается дизайна, конечно, люксовая парфюмерия здесь, опять же, на мой субъективный взгляд, обгоняет нишу, потому что, ну, здесь совершенно другие деньги. Здесь совершенно другой промоушен, здесь совершенно другие звезды в рекламе, здесь совершенно другая команда разрабатывает то, как это должно выглядеть. И поэтому, ну, это, на мой взгляд, всегда дороже. Когда я говорю это, я имею в виду дизайнерскую парфюмерию. Еще один флакон, который мне очень нравится, я вам покажу два женских аромата, и мне очень нравится, как выглядят у них флаконы. Я считаю, что это просто супер. Это просто верх прелести. Это линтер Ди. Мне всегда нравилось, как выглядят флаконы в линейке линтер Ди. И особенно мне нравится, как выглядят флаконы объемом 35 мл. Вот эти прям красотули, молипули, они заставляют мое сердце биться чаще. Я держу в руках флакон в 35 мл. Но насколько он тяжелый? Насколько ты ощущаешь, вот в руке, держа этот флакон, что это какая-то дорогая, красивая, замечательная вещь. А когда ты начинаешь это рассматривать глазами, ты убеждаешься, что так оно и есть. Безупречные формы флакон, совершенно потрясающее толщиной стекло, огромное толстое дно. Мне нравится, как именно эта версия окрашена изнутри, то есть сверху это просто стекло, а окрашено все изнутри в такой рубиновый, в такой гранатовый цвет. Причем прокрас идет не на 100%, а так, что можно сквозь это видеть лампу я вижу, я вижу, сколько осталось жидкости в этом флаконе. И вот прямо правильно дозирован этот красный цвет. Я в восторге. Я в восторге от шрифта. Я в восторге даже от этих вот ленточек, которые опоясывают горлышко. Хотя мне вообще такие вещи обычно не нравятся. Единственное здесь, мне не очень нравится крышка. Вот если бы крышку можно было бы сделать потяжелее, это был бы просто вообще, дизайн 10 из 10. Но даже так это выглядит сумасшедшим, прекрасно. Мне очень нравится дизайн. Линтер Ди, особенно РУЖ. Ну и предыдущий, темный, мне тоже нравится. Следующий аромат, мне аромат нравится. Он опять же женский. И мне дизайн безумно нравится. Вот правда, берешь люксовые ароматы, я вот прям уверен, что есть отдел, который проверяет, насколько это тяжело в руке. Вот это достаточно легко, а вот это прям тяжело. Здесь у меня 50 миллилитров, по-моему, да, 50 миллилитров. Тяжеленный флакон. Опять же, тяжеленное стекло, толстенное дно. Мне нравится, что стекло прокрашено немножко таким, знаете, чайно-персиковым оттенком. Мне нравится, как в этом чайно-персиковом оттенке играет жидкость. Мне нравится вот эта вот деталь в виде такого пояса металлического, который вокруг дна этого флакона его опоясывает. Мне нравится, как такая же золотая бороздочка идет вокруг пульвизатора. Крышка, опять же, вызывает вопросы. Она могла бы быть потяжелее, тогда бы это все смотрелось красивее. Но я боюсь, что здесь, опять же, сработали маркетинговые всякие подсчеты. Если бы это смотрелось тяжелее в плане крышки, то это бы относило нас уже в линейку приватную. По форме похоже чем-то на приватную линейку, да? Но, наверное, это должно выглядеть чуть проще и чуть легче, чтобы показать, что есть еще приватная линейка, и вот она дорогая. Классный флакон, мне очень нравится. Мне безумно нравятся флаконы марки Мин-Нью-Йорк. Во-первых, потому что они выполнены в моем любимом минималистичном стиле. Во-вторых, они тоже прокрашены изнутри, причем прокрашены не целиком, а только боковые поверхности. Если смотреть на угол флакона, то видно уровень жидкости. Мне нравится идея с тем, что здесь, опять же, деревянная крышка. Это не новая идея, но мне она нравится. И мне очень нравится придумка, что у каждого флакона выпущено только тысяча штук, и на каждом флаконе у вас есть порядковый номер. Вот у меня флакон – это аромат баррель, а флакон 339. Это 339-й флакон. Из тысячи флаконов аромата баррель. Это здорово. Это, знаете, как выпускают дорогие автомобили, и собираются эти автомобили вручную. И потом специальный человек из команды, который собрали конкретно этот Aston Martin, он выбивает порядковый номер автомобиля. И человек, который его купил, понимает, что у него там из 100 выпущенных машин 77-я. Это круто. В этом есть что-то такое мистическое и притягивающее. Мне это очень идея нравится. Следующие два аромата, мы уже почти подобрались к моему самому любимому аромату в плане дизайна флакона. Мне очень нравится придумка, я уж не знаю, сам он придумал или нет, у линейки N'Azomato от Александра Гуальтьери. Опять же, мне нравится, что здесь одинаковые флаконы. Мне нравится, что их можно поставить вот таким вот образом рядом, и по названию будет видно, что за аромат перед тобой. И мне нравится, что философия этих ароматов транслируется в крышках. Мне нравится сама эта идея, когда флаконы одинаковые, но крышка говорит тебе какой-то аромат. И в самом дизайне крышки, мне кажется, транслируется уже звучание этого аромата. Вот, например, Бараонда. И она реально воспринимается, как какое-то дерево, но в данном случае это пробковое дерево, с такими темными вкраплениями. А у меня этот аромат ассоциируется как древесина, пропитанная каким-то темным пивом или каким-то красным, таким густым вином. После это звучание выдает и шоколад, и чернослив. И вот эти вот темные вкрапления у меня как раз ассоциируются с чем-то таким черносливовым и шоколадным. И это очень круто. А вот это, например, Дуро. И Дуро, это аромат, один из самых красивых древесных ароматов. И крышка у него абсолютно однотонная, деревянная. И этот аромат у меня ассоциируется с каким-то дорогим деревом, с какой-то дорогой мебелью. И крышка транслирует ту же самую философию дорогого, красивого дерева. Это очень круто. Это очень здорово. Ребят, напишите, пожалуйста, и девчата, конечно, тоже. Я знаю, что на меня подписаны в основном мужчины, но и женщины тоже смотрят мой канал, что для вас есть красивый флакон. Согласны ли вообще с моими вы рассуждениями? Или вы считаете, что вот это вообще не красиво? А вот вы знаете, что красиво. Приведите примеры. Я уверен, что есть красивые флаконы, но я показываю только те, которые есть у меня. И сейчас я вам покажу аромат, который заключен во флакон для меня идеальной формы. Для меня номер один. Для меня это самый красивый флакон, но у меня к нему есть небольшая претензия. Это Лолик Анкор Нуар. Ребята, вот это как черный квадрат Малевича. Это безумно просто и это безумно гениально. Единственное, что... Я даже не буду сейчас расплываться в дифирамбах, почему это здорово. Это просто здорово. Куб на кубе, куб-флакон, куб-крышка, это здорово. Это минималистично, но это здорово. Это гениально, потому что это красиво в своем минимализме. Единственное, что я бы сделал, я бы надпись Анкор Нуар наносил бы тоже темной краской для того, чтобы она была не сразу очевидна. И только под определенным углом было бы видно, что здесь на черном цвете с черной же краской нанесено название Анкор Нуар. И вот так бы я сделал. Мне кажется, было бы еще круче. Но для меня вот это вот номер один, потому что, повторюсь, это гениальность в простоте. Ребята, если вам понравился этот ролик, напишите об этом, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. И если вам эта идея зашла, то я смогу в комментариях напишите, а я уже сориентируюсь. Я смогу записать ролик, в котором я расскажу о дизайне, который меня бесит, который меня раздражает. Отдельный ролик будет. И отдельный ролик я могу записать про дизайн флаконов не то, не сё. Ну, просто флаконы и флаконы. Не то, не сё. Вот хотите вы увидеть на канале ролик про уродские флаконы и про флаконы не то, не сё или нет? Напишите. Спасибо большое, что вы посмотрели этот ролик. Увидимся. Всем всего самого хорошего. Пока.